Хуан де Арельяно, выдающийся испанский художник эпохи барокко, который специализировался на цветочных натюрмортах. Этому поджанру, выделяющемуся в рамках натюрморта, придавалось невероятно огромное значение во Фландрии, откуда он распространялся по остальной части Европы и оказал сильное влияние на всю европейскую живопись. Особенно его жаловали при Испанском королевском дворе. Мотивы Арельяно встречаются на тюрмортах, написанных даже в наше время. Хуан де Арельяно родился в Сан-Таркасе в 1614 году, но вскоре потерял отца и вместе с матерью переехал в Алкала-де-Энарес, где он начал учиться в мастерской неизвестного художника. По некоторым сведениям, первым учителем Хуана был его отец, но достоверного подтверждения этому факту в настоящее время не найдено. Он провел там восемь лет и в возрасте 16 лет вернулся в Мадрид, в мастерскую Хуан де Солеса, престижного в то время художника, который работал для королевы Изабеллы Бурбона. В первые годы Хуан де Арельяно жил за счет оформительских работ и других мелких заказов, пока он не решил заняться цветочной живописью. И в самом деле преуспел в этом жанре. В 1639 году он женился на Марии Банелла, но вскоре овдовел и без колебаний женился во второй раз на Марии де Каркуэра, дочери своего учителя Хуан де Солеса. У них было четверо детей, дочь, которая в свое время вышла замуж за одного из его наиболее значимых коллег Бартоломе Перес де Ла Техеса и три сына, которые также выбрали профессию своего отца. Стали художниками. Последние 20 лет жизни Арельяну были самыми богатыми. Он стал владельцем одного из самых известных художественных магазинов-студий, которые существовали в этой стране. Там семья и сотрудники Арельяну писали не только цветочные и фруктовые натюрморты, а также пейзажи, аллегории, сцены охоты, времена года, реальные портреты и религиозные изображения почти в промышленном масштабе. Это позволило ему жить очень богатой жизнью, о чем можно судить по записи инвентаризации его имущества, составленной после его смерти в 1676 году. Скорее всего, он начал скопирование других цветочных художников, особенно итальянского художника Марио Нуци, и к его элегантности добавил строгости натюрмортов художников-изуитов Даниэла Сегерса и Яна Брегеля, двух самых больших представителей этого жанра. Позже к этому идеальному сочетанию добавил он эскизы цветов, расположенных в основном в парах или четвертях, взятых из природы, и мало освещенных. Разнообразие тонкости и некоторая экспрессия характерны для всех работ Арельян. Цветочный реализм можно объяснить тем, что Орельян воспроизводил картины из жизни, он имел большой и хорошо ухоженный цветник и сад. Ботаники утверждают, что на картинах цветы разного времени года, что невозможно выполнить без современных технологий парниковых цветников. Но нельзя забывать, что это же Испания, а не Голландия. Там тепло и можно снимать по несколько урожаев цветов в год. Предполагалось все же, что Арельян составлял эскизы моделей цветов без учета сезонной логики. Художник был мало изучен до 20 века, когда жанр натюрморта восстановил известность его среди коллекционеров своей декоративной ценностью. Все работы художника имеют одну отличительную особенность. Закажущейся небрежностью и некоторой хаотичностью, с которой расположены цветы на его работах, занимающей практически все пространство его картин, скрывается тщательно продуманная и очень тонкая симметрия. Огромное разнообразие представленных на его работах видов цветов прекрасно различимо и узнаваемо, а их свежесть всегда создает ощущение, что цветы были срезаны несколько минут назад. Все это придает работам для Арельяно невероятную яркость и достоверность. Художник скончался 13 октября 1676 года в Мадриде в возрасте 62 лет от простуды и похоронен в Мадриде. Нельзя не отметить, что в настоящее время цены на его работы очень высоки. Картины этого художника продаются более чем за 200 тысяч евро на международном рынке. К счастью, большую часть его картин удалось сохранить в Испании во многих крупных испанских галереях. Музей, правда, имеет хорошую коллекцию. Есть картины и в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо. И особенно амбициозный натюрморт висит в музее изобразительных искусств в Бильбао. Сан-Фернандо. Сан-Фернандо. И 임acозный натюрморт в Инаде. Сан-Фернандо. и внизу, оченьного в sealинавания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok